Тетимес, Великобритания, почему никто не смеется над эксцентричным деспотом Туркмении? Том Парфит. 24 июля 2019 года. Каждый вечер телевидение Туркменистана почует народ этой страны бесконечными рассказами о деяниях ее президента, обладающего многими талантами. На этой неделе в новостях показали, как 62-летний президент Гурбангулы Бердамухамедов листает бумаги за столом, заваленным пучками лекарственных трав и растений, а потом смотрит видеоклип, в котором он бренщит на гитаре, стоя рядом со своим внуком Керемгулы, играющим на клавитале. Телеведущий объясняет, что президент заканчивает свою 11-ю книгу о растениях. Потом идет трехминутный репортаж о том, как Бердамухамедов играет со своими внучками и котятами. Как свидетельствуют ежевечерние новости, Бердамухамедов великолепный водитель гоночного автомобиля, игрок в гольф, автомеханик, велосипедист, меткий стрелок, любитель собак и жокей, носящий официальный титул народного коневода. Его подвигом ритмично аплодируют выстроенные в шеренге заводские рабочие и солдаты. Время от времени из толпа выбегают люди, чтобы вручить ему совершенно одинаковые букеты цветов. И каждый из его приверженцев склоняется перед президентом в низком поклоне. Такая сборная солянка из экстравагантных новостей дает богатую пищу мировой прессе. Но хотя на международной арене фигура Бердамухамедова вызывает всеобщее веселье, его смехотворный культ личности скрывает нечто намного более тревожное. Официально Туркмения – это цветущая земля обильных урожаев, мраморной архитектуры и доброжелательной власти. В действительности же она является все более репрессивной диктатурой, попавшей в железные тиски экономического кризиса. На прошлой неделе Лондонский Центр Внешней Политики, Фаригн Поличи Чемтри, осудил это центрально-азиатское государство, назвав его закрытым и самовластным режимом, уступающим только Северной Корее. Аналитический Центр заявил, что 5,7 миллионное население этой пустынной страны стоит на грани катастрофы. Центр Внешней Политики добавил, эта страна испытывает колоссальное напряжение, поскольку многолетняя экономическая неразбериха создает беспрецедентную нагрузку на ее жесткую, но очень хрупкую политическую структуру. На голод и гиперинфляцию накладываются все более масштабные нарушения прав человека, и все это сопровождается вторжением в частную жизнь людей. Западные представители согласны с тем, что официальная статистика Туркменистана, указывающая на экономический рост, не соответствует действительности и противоречит истинной картине. Центр Внешней Политики в своем докладе отмечает дефицит основных продуктов питания, нехватку наличности в банкоматах и растущую безработицу. На черном рынке за 1 доллар дают 18 монатов, в то время как официальный курс 3,5. Иностранные репортеры редко получают въездные визы в эту страну, а туркменские СМИ в основном принадлежат государству. Но граждане передают кое-какую информацию зарубежным мигрантским изданием, либо же ее собирают с огромным риском для себя немногочисленные независимые корреспонденты, которые работают анонимно. Люди встают очень рано, чтобы занять очередь в государственный магазин, потому что там такие продукты, как мука и сахар, стоят чуть-чуть дешевле, чем на рынке, рассказывает 33-летний репортер Руслан Митев, уехавший из Туркменистана в 2008 году и создавший в Нидерландах випсайт turkmen.news. Я знаю некоторые семьи, живущие на макаронах и хлебе. Им не по карману даже фрукты, которые имеются в изобилии, а летом очень дешевы. И в это самое время государство тратит 2,3 миллиарда долларов на строительство автобана, что является очень рискованным проектом. Строит его компания, которая руководит зад президента. Экономический спад в Туркмении начался в 2016 году, когда российский энергетический гигант «Газпром» прекратил покупать в этой бывшей Советской Республике природный газ, являющийся основным источником ее дохода. Китай уже сменил Россию в качестве главного покупателя туркменского газа. Однако низкие цены берут свое, поскольку экономика, где доминирует государство, не сумела диверсифицироваться, а значительная часть выручки ушла на погашение китайских кредитов на сумму 10 миллиардов долларов, которые были выделены на развитие инфраструктуры. Значительная часть рабочих в государственном секторе лишилась работы. Согласно одной оценке, за последние 10 лет Туркмению покинуло огромное количество жителей – 1,9 миллиона человек. В основном они уехали в Турцию, Россию и Казахстан. Считается, что производство хлопка в прошлом году составило лишь треть от официального показателя в 1 миллион тонн. Организация Transparency International отводит Туркмене 161 место среди 180 стран в индексе восприятия коррупции. Оппозицию безжалостно подавляют, и никто не может выступить против Бердама Хамедова, которого называют Аркадагом, или Защитником. В 2002 году за решетку был брошен бывший министр иностранных дел 70-летний Борис Шахамурадов, которого обвинили в попытке государственного переворота против не менее эксцентричного предшественника Бердама Хамедова, Сапар Мурата Ньязова. Нынешний президент одно время был стоматологом у деспота Ньязова, назвавшего себя отцом всех туркмен. Ньязов запретил балет, бороды и золотые зубы, а также поменял название календарных месяцев, назвав один из них своим именем. В 2006 году он внезапно скончался от сердечного приступа. О Шахамурадове с тех пор ничего не слышно, а его семья даже не знает, жив ли он. По информации правозащитной организации ПРОВИТА ЯРИАЛИВИ, в Туркмении без вести пропал 121 человек. Считается, что многих из них держат в тюрьме в Адан-Депе под Ашхабадом, где заключенным втыкают длинные иглы под ногти или сажают в горбатые камеры высотой полтора метра. Одного активиста, который может находиться в этой тюрьме, зовут Омриуза Акамар Кулыев. Этот человек основал общество туркменских студентов Турции. В прошлом году его выманили в Ашхабад и арестовали. В 2015 году за решетку бросили туркменского репортера, предъявив ему ложные обвинения. Другого в 2016 году обвинили в мошенничестве и отправили в исправительно-трудовой лагерь. Еще одним злоупотреблением является то, что десятки тысяч работников государственного сектора, включая учителей и врачей, каждый год вынуждены трудиться на хлопковых полях в период сбора урожая. Нелепость туркменского режима не должна маскировать его жестокость, сказал в интервью директор Центра внешней политики Адам Хак. Адам Ук. Он видит в экономическом спаде хорошую возможность усилить давление на Туркменистан, который ищет помощи, где только можно. Он хочет, чтобы западные страны и международные кредитуры в обмен на инвестиции и кредиты потребовали соблюдения прав человека. Торговый представитель Британии в Туркменистане баронесса Николсон Винтерборнская в апреле произнесла речь в Ашхабаде, стоя под портретом Арка Дага. В состав ее делегации вошли представители 25 британских компаний, включая Shell, BP, JCB и Petrofac, предоставляющие услуги на нефтяных месторождениях. Делегация побывала с визитом на ковровой фабрике и обсудила там вопрос об экспорте, поскольку Соединенное Королевство очень любит ковры, как заявило британское посольство. Хак говорит о наличии диссонанса между тем, что Британия официально признает Туркменистан страной, где приоритетом должна стать защита прав человека, и тем, что на практике она почти полностью сфокусировалась на торговле. Необходимо более последовательно придерживаться этического измерения, заявляет он. Однако реальных возможностей для перемен по-прежнему крайне мало. Живущие за пределами Туркмени оппозиционеры, такие как поселившийся в Вене Нурмухамед Хаманов, постепенно стареют и утрачивают влияние. При нынешнем президенте нет никакой возможности заставить правительство Туркменистана пойти на перемены или осуществить реформы, говорит Митев, чьи родители работали репортерами в раболепствующих государственных СМИ, но лишились работы и переехали в Нидерланды, где стали помогать иностранным изданиям рассказывать правду о реальном состоянии дел в стране. Я не верю, что будет какая-то общественная напряженность или протесты против режима. Инакомыслие в Туркмени опасно для жизни. По мнению Митева, единственную опасность для Бердемухамедова может представлять дворцовый переворот в исполнении разочарованных чиновников. Есть руководители средней руки, которые сейчас очень недовольны, но пока среди них нет никого достаточно высокопоставленного, чтобы возглавить переворот и добиться успеха. Газовый экспорт Туркменистана в 2018 году Туркмения экспортировала в Китай более 33 миллиардов кубометров газа. Это 94,6% от общего объема, продаваемого данной страной. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.